Ровно с этой минуты я запускаю цикл фильмов, которые подвергнут серьезному сомнению стандартное представление о ремонте ванной комнаты. В данном проекте будут затронуты абсолютно все аспекты ремонтных работ в мельчайших подробностях. Я покажу каждый шаг, расскажу что и для чего делал, поделюсь интересными фишками. В общем, все в привычном для вас формате, как вы любите. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Любой грамотный ремонт начинается с проекта. Сейчас бегло ознакомимся и начнем ремонт. Это у нас основной санузел. Здесь будет установлена акриловая ванна со стеклянным ограждением и системой скрытого монтажа для душа IBEX Universal. Рядом с ванной подвесной унитаз на застенном модуле TC, а на противоположной стороне стиральная машина. Напротив будет установлена огромная раковина с двумя скрытыми смесителями. Но главная фишка данного проекта это три портала в виде прямоугольников. Два из них белые одинаково повторяются на черном полу и потолке, а третий на белой стене в черной раме. В реальности получилось гораздо лучше, чем на картинке. Досмотрите проект до конца и убедитесь в этом сами. А здесь у нас будет гостевой санузел. Стиль тот же, все по минимуму, раковина до унитаз. Никаких пастельных тонов, рюшечек и прочей ерунды. Четкие линии, хром и контрастные черно-белые цвета. Теперь посмотрим, что имеем по факту. Здесь мы видим небольшой коридорчик на кухню. Его мы планируем использовать под гостевой санузел, вход на кухню сделать со стороны комнаты. А вот так помещение выглядит после демонтажа. Демонтаж производился с привлечением третьих лиц. Стояки водоснабжения пока остаются на месте. Заменим их уже после штукатурки стен. До начала ремонта санузла сторонними мастерами в квартире уже были произведены базовые работы. Штукатурка, стяжка, электромонтаж. Кстати, да, многие спрашивают, что сначала делать? Ванную комнату или ремонт во всей квартире? Отвечаю. Если в квартире предполагается комплексный капитальный ремонт, то сначала вам необходимо произвести все базовые работы в квартире. Демонтаж, возведение стен, окна, штукатурка, отопление, стяжка, электромонтаж. Можно отшпатлевать разок. Все, на этом этапе работы в квартире заканчиваете и начинаете ремонт ванной комнаты. И только после его полного завершения продолжаете чистовую отделку квартиры. Обои, покраска, напольные покрытия, двери и так далее. Это самый идеальный вариант, который позволит уберечь ванную комнату во время проведения ремонтных работ в квартире. Что ж, время начинать работы. Первым делом я убираю металлические крепления для стояков, чтобы не мешали при очистке стен. После демонтажа плитки на бетонных стенах, местами остался клей, высол и прочая хрень, которая может ухудшить адгезию штукатурки с основанием. Разумеется, все это нужно удалить. Поможет нам в этом зачистной фрезер Festool Renafix в паре с пылесосом CTL-26EAC. Что такое адгезия? Это сила, которая соединяет два разнородных материала в близкий контакт. В данном случае мне необходимо будет соединить штукатурку с бетоном, и чтобы оно было максимально надежным, нужно удалить верхний слой со стен. А здесь наглядно можно сравнить до и после очистки стен. Таким же образом продолжаем очистку всей стены. Первая стена готова. Как видите, путем шлифовки были удалены не только остатки раствора, но и открылись поры бетона, что, несомненно, улучшит сцепление раствора с основания. Так как эта стена более рельефна, то для ее очистки буду применять УШМ с алмазной чашкой. Разумеется, с пылеотводом. Без него подобный труд показался бы настоящим адом. Как я уже говорил, цементное молочко препятствует адгезии бетона и штукатурки. При нанесении штукатурки на такое основание вместо ожидаемого монолита образуется трехслойная схема – бетон, цементное молочко, поверхностное покрытие. Прочность между слоями получается не более 50% от ожидаемой, когезионной прочности. Каждый из слоев такой трехслойной конструкции работает независимо от других и самостоятельно воспринимает механические нагрузки. С позиции прочности самым слабым местом здесь является именно цементное молочко, соответственно, при увеличении напряжений разрушение, скорее всего, произойдет именно здесь. Цементное молочко является границей, на которой происходит превращение усадочных напряжений сжатия в напряжение растяжений. Именно поэтому я настоятельно рекомендую удалять эту пленку. Что такое цементное молочко? Это нерастворимая в воде пленка карбоната кальция по химическому составу известняк, которое образовывается на поверхности бетонных плит вследствие реакции гидроксида кальция с углекислотой воздуха. В общем, цементное молочко можно представить как смесь растворимых и нерастворимых в воде карбонатов, сульфатов, нитратов и хлоридов. Как видите, при наличии необходимого инструмента удаление молочка не составило труда. По сути, такая поверхность уже пригодна для нанесения штукатурки после предварительной грунтовки, разумеется. Прочность сцепления можно еще увеличить путем нанесения контактного слоя, и чуть позже я покажу вам, как это сделать. Для удаления толстых слоев с основания использую уже игольчатые насадки. Но они подходят только для зачистного фрезера Festool Renefix. Полы не исключение. Под укладку плитки я всегда делаю контактную стяжку, то есть стяжку, которая имеет сцепление с перекрытием. Считаю, что плитка должна быть уложена на прочное и устойчивое основание, коим не является плавающая или полусухая стяжка. Вот и все, очистка основания завершена. Здесь будет применена интересная схема гидроизоляции помещения, которая состоит из нескольких слоев, где первый слой цементной изоляции наносится именно на перекрытие под стяжку. Соответственно, такое основание должно быть чистым и прочным. Как оказалось, бетонная перегородка недостаточно устойчива. Я решил ее демонтировать. Возведу полностью из газоблока. Перед штукатуркой стен также обязательно расчищаю и заделываю деформационные швы. Сначала плотно забиваю его вспененным полиуретановым уплотнителем, после чего пропениваю оставшуюся пустоту, но таким образом, чтобы пена была чуть глубже плоскости плиты, примерно на 2-3 сантиметра. Это необходимо для удержания раствора, который будет нанесен поверх пены. Швы в плитах перекрытия буду заделывать сразу раствором. Для заделки рустов, как обычно, использую литоплан Рапид от Литокол. В прошлых фильмах я уже достаточно много рассказывал про этот материал, но всего в один проект не вместить, ведь проекты и задачи разные, а материал, как вы уже поняли, универсальный. В процессе ремонта я покажу, для чего еще его можно использовать. Примыкание у вентиляционной шахты также заделываю раствором. Пока я занимался подготовкой основания, успели закупить материал для кладки стен. Дом панельный, большие нагрузки на перекрытие крайне нежелательны, поэтому буду использовать газоблок и тонк. При использовании данного материала не только снижается нагрузка на перекрытие, но существенно экономятся средства на материале и работе. Чуть позже вернемся к этому вопросу, а сейчас займемся делом. Согласно проекту, выкладываем первый ряд. Очень важно выставить его строго по уровню. Это необходимо для последующей кладки с минимальным швом. Рекомендуемая толщина 2-3 миллиметра. Чем тоньше шов, тем меньше усадка блока и быстрее сохнет кладка. Также плиточный клей является мостом холода, что очень актуально для внешних стен. Все просто. Толстый шов, стены холодные, тонкий шов, стены теплые. Имейте это в виду. Для контроля горизонта использую 2,5-метровый уровень. Можно и с лазером работать, но он не всегда уместен. Нарезаю сетку по ширине блока 100 миллиметров и укладываю на первый ряд. Для удобства кладки сетку фиксирую степлером. В данном случае я применяю сварную оцинкованную сетку с ячейкой 10 на 10 миллиметров и толщиной 0,6 миллиметра. Уже непосредственно на сетку наношу клеевой состав и продолжаю кладку стен. Почему для кладки стен я использовал газоблок? Как я уже говорил, в первую очередь это связано с нагрузкой на перекрытие. В панельном доме оно не имеет той несущей способности, как, например, в монолитном доме. Безусловно, керамические кирпичи, цементная штукатурка – это лучше, что есть для ванной комнаты, но работа и материалы будут стоить как минимум в 4 раза дороже. В одном из своих видео в комментарии я уже делал расчеты на примере стандартного санузла, где наглядно показывал разницу при работе с газоблоком и кирпичом. Согласен, с газоблоком также все непросто. Шумоизоляция, устойчивость на изгиб, совместимость с цементными составами – это его слабые стороны. Идеального материала нет, но есть способы решения этих недостатков. Обязательно как-нибудь подробно расскажу. Сейчас лишь могу сказать, что преимуществ больше, чем недостатков. А если учесть, что они устраняются, то газоблок становится идеальным материалом. Также стоит отметить, что материал может сильно отличаться по качеству. Сейчас его стали делать все, кому не лени, чтобы создать конкурентную цену, экономят на компонентах. На выходе получается продукт, который формирует негативное мнение о всех производителях газоблока. Именно поэтому я работаю с Итонгом. Вот уже 13 лет как. С ними я начинал свою профессиональную деятельность, и на протяжении всех этих лет качество не изменилось. А все потому, что принципиально идут по верхней грани ГОСТов. Это и отличает их от конкурентов. Второй ряд также армирую сеткой. Конечно, полмиллиметровая толщина сетки не придаст монолитной устойчивости стенам, но в совокупности это будет хорошей связкой для блоков. Основную функцию армировки стен несет 12-я арматура, которую я буду прокладывать каждые три ряда. Для этого в блоке заранее изготавливаю штробы. После нарезки обильно грунтую блоки. Грунтовка глубокого проникновения полностью обеспылит пазы и обеспечит хорошее сцепление с раствором. Далее произвожу кладку третьего ряда. Арматура, как вы поняли, будет закладываться только в перегородку между санузлом и ванной комнатой. Можно, конечно, изготовить штробы по месту, но на это уйдет больше времени, так как придется ждать, пока кладка полностью высохнет. И так заполняем штробу раствором. Затем укладываем 12-ю арматуру. Теперь разравниваем смесь. Так для чего же здесь армировка? А для того, чтобы сохранить несущую способность, так как для прокладки канализации мне придется прорезать практически всю длину стены. А еще на этой стене будет установлен тяжелый шкаф и большая керамическая раковина. Эти предметы также создадут дополнительную нагрузку на стену. Есть один нюанс. Закладывая арматуру в стену, необходимо учитывать места прокладки коммуникаций, чтобы при штроблении не вырезать ее оттуда. Иначе все это мероприятие потеряет смысл. Также в завершении ремонта при навешивании предметов можно наткнуться на арматуру. И бывают такие случаи, когда пересверлить отверстие по новой нет возможности. Короче говоря, нужно рассчитать заранее. В моем случае арматура закладывается в каждый третий ряд. Все остальное я перекрываю металлической сеткой. Нигде ничего не должно мешать. Что ж, как видите, кладка подведена до того момента, когда нужно устанавливать перемычку для дверного проема, и сейчас я буду заниматься ее изготовлением. Покажу вам интересное решение, которое я решил применить впервые в своей практике. Итак, отрезаем нужного размера газоблок и выбираем в нем пазы. Догадываетесь, для чего они? Все верно, это пазы для уголков, которые будут утапливаться заподлицо с газоблоком. Тавр нужного мне размера не нашел, поэтому сделал самостоятельно из двух уголков. Соединив два уголка, устанавливаю их в дверные проемы. Тавр завожу в железобетонную стену и заполняю раствором. Таким образом усиливается прочность дверного откоса. Закладные необходимо установить строго по уровню, а для того, чтобы нивелировать погрешность, укладываю их на раствор. Лучше всего использовать прочный и быстро твердеющий раствор на цементной основе. Для этого идеально подходит Литоплан Рапид. Как только раствор застыл, укладываю газоблок, но перед этим заполняю паз раствором и плотно вдавливаю в тавр до тех пор, пока он не встанет в одну плоскость с газоблоком. Для чего такая заморочка с тавром? Во-первых, мне никогда не нравился уголок поверх газоблока. Он задает толщину штукатурки при установке маяков, да и сама штукатурка на нем не держится. Во-вторых, тавр дополнительно усилит стены, вернее, свяжет перегородки и придаст устойчивость конструкции. Можно поступить гораздо проще и приобрести уже готовые армированные перемычки и тонк. Так даже дешевле получится и быстрее. Заказчику в любом случае платить хоть за работу мастера, хоть за перемычку, только во втором случае еще и время экономится. В следующий раз я так и сделаю, но на этом объекте мне хотелось сделать именно так, как вы сейчас видите. 10-сантиметровый дверной откос привязываю к железобетонной стене перфорированными уголками, без демпфера. Чтобы откос не вывалился вместе с дверью, привязка должна быть жесткой. Как видите, конструкция легко выдерживает мои 90 килограммов. И думаю, еще 10 раз постолька выдержит. Запас прочности с избытком. Тут я, кажется, перестарался. При изготовлении паза под тавр с противоположной стороны газоблока также был сделан паз, но уже для арматуры, которая связывает весь ряд. Это третий и последний ряд с арматурой. Далее грунтую блоки и потихоньку завершаю кладку. Итак, построение стен завершено. Осталось запенить шов на примыкании с плитой перекрытия. Обязательно. Деформационный шов компенсирует подвижки основания и образования трещин, которые происходят в результате тепловых удлинений или усадки дома. На сопряжении бетонных стен и газоблока также должен быть демпфер. В моем случае это пробка, которую я пробивал степлером на тыльную сторону газоблока. Мне этот вариант не зашел, поэтому и не стал вам показывать. Лучше проклеивать пробку на стену лентой, а к ней уже стыковать газоблок. Кстати говоря, пробка поглощает вибрации и препятствует распространению шума. Просто запомните это. Ну и в завершении бегло глянем, что по вертикали получилось. Прям кинем уровень на любые две стены. Напомню, чем ровнее стены, тем меньше штукатурного слоя придется кидать, а значит меньше понадобится времени и средств на материал. Далее у нас по плану гидроизоляции и штукатурные работы с предварительным нанесением контактного слоя, а также двухкомпонентной гидроизоляции под стяжку. Зачем изоляция под стяжкой? Вот об этом я вам сейчас и расскажу. Также поделюсь секретом формирования идеальной геометрии стен. Поехали! Итак, первым делом подготавливаем основания для нанесения гидроизоляции. До начала гидроизоляционных и штукатурных работ я хочу полностью избавиться от пыли в санузле, поэтому решил почистить остатки клея после возведения стен. Считаю, что адгезия гидроизоляции должна быть только с основанием. После зачистки обеспыливаю основание. Далее грунтую стены. Как и говорил, для каждого типа оснований я использую разную грунтовку от разного производителя. Например, на бетонные стены я планирую наносить адгезивный слой из Литоплан Рапид от компании Литокол. Соответственно, грунтовку применяют того же бренда. Но применение ее обусловлено не только рекомендацией производителя. Дело в том, что у каждого материала разное водопоглощение. Бетон – плохо впитываемое основание, и если применить грунтовку с большим сухим остатком, то на поверхности останется пленка, которая будет слабым звеном между штукатуркой и основанием. В общем, грунтовку для бетона я использую скорее для того, чтобы обеспылить ранее отшлифованную стену. Для этого идеально подходит праймер С. В отличие от бетона, газоблок является гигроскопичным материалом. Чтобы уменьшить водопоглощение, на газоблок наношу грунтовку с уже большим сухим остатком. Пленочные грунтовки не рассматриваю принципиально. Как я выше упоминал, штукатурка должна иметь непосредственно контакт с основанием. На пленочных грунтах или гидроизоляции штукатурка держаться не будет. Перед нанесением гидроизоляции выравниваю примыкание цементным составом Литоплан Рапид. Для равномерного нанесения изоляции и ее полимеризации основание должно быть ровным. Тщательно заделываю русты на примыкание перекрытий по периметру санузла и частично вертикальные швы. Все остальное заделаю чуть позже. На это есть свои причины. После высыхания раствора грунтуем пол. На самом деле перед нанесением двухкомпонентной гидроизоляции поверхность достаточно увлажнить водой, но после шлифовки в порох бетона остались частицы пыли и их нужно связать. Также стоит отметить, что после шлифовки бетон становится более гигроскопичным. Короче говоря, задача грунтовки на полу снизить водопоглощение, связать пыль и укрепить верхний слой. Как видите, для каждого типа оснований свои задачи, соответственно, под них и подбирается необходимый праймер. И не стоит этим пренебрегать. Как раз на данном этапе начинаются самые ответственные базовые работы. И не черновые, как многие говорят, а базовые, так как они являются основой последующей отделки. Переклеить обои или покрасить стены можно хоть сто раз. А вот когда штукатурка или стяжка начнет отходить от основания вместе с отделочными материалами, мало никому не покажется. После всех подготовительных работ наконец беремся за гидроизоляцию пола. Здесь я буду использовать двухкомпонентный гидроизоляционный состав на цементной основе. Общая рекомендуемая толщина должна составлять около двух миллиметров, но не за один проход. То есть этой толщины мы должны добиться путем нанесения последующих слоев, иначе она просто не высохнет. Наносить можно валиком, кистью или шпателем. Я предпочитаю последний вариант. Кистью прохожусь только по углам. Через пять часов наношу второй слой. Гидроизоляцию произвожу без применения щелочистойкой сетки. Она необходима только для оснований, подверженных деформации и плавательных бассейнов. Наше основание не попадает ни под один из этих критериев. Теперь об устройстве пола. На этом объекте он у меня будет состоять из девяти слоев. Первый. Цементная гидроизоляция с нахлёстом на стену под штукатурку. Второй. Защитный цементный слой. Третий. Базовая стяжка из быстро твердеющего наливного пола толщиной около 60 мм. Четвертый. Финишная выправка цементным составом. Он же и послужит контактным слоем для акриловой гидроизоляции. Пятый. Обмазочная гидроизоляция с нахлёстом на штукатурку. Шестой. Защитный цементный слой не более 1 мм. Седьмой. Нагревательные маты для тёплого пола. Восьмой. Финишная стяжка цементным составом не более 6 мм, которая перекроет нагревательные маты. Девятый. Плиточный клей плюс керамогранит. К чему такие заморочки? Если в двух словах, то этот коридор мы забрали под гостевой санузел. И чтобы получить разрешение управляющей компании, было выдвинуто условие качественная гидроизоляция пола. Ну вот, собственно, и решили сделать так, чтобы уже придраться не смогли. После полного высыхания гидроизоляции я решил провести небольшой тест. Просто любопытно посмотреть, что произойдет с водой. Уйдет в гидру или испарится. Тем временем делаю еще один тест на адгезию. Острым скребком пробую отодрать гидру от пола. Как видите, гидроизоляция остается в порох и не отделяется от основания. То есть я ее срезал, по-другому не получается. Адгезия просто сумасшедшая. Вот теперь я уверен, что стяжка не оторвет гидроизоляцию от основания. То же самое проделываю на газоблоке. Результат аналогичный. Часть гидры остается на стене, а часть газоблока на гидроизоляции. Посмотрим, что тут происходит. Прошло два часа, вода, как видите, на месте. Испаряется потихоньку, но не уходит в основание. Ждем дальше. А тем временем довожу до конца вертикальные швы на примыкании плит. Почему сразу все не заделал? Потому что не хотел сорить раствором на подготовленное для гидроизоляции основание. К тому же для заделки рустов я применяю литоплан Рапид. И этим же материалом буду делать защитный слой поверх гидроизоляции. Ну, в общем, вы поняли, чтобы не разводить грязь по 10 раз. В примыкании железобетона и газоблока также закидываю раствором и расчесываю зубчатым шпателем. Чуть позже поверх набью еще металлическую сетку. Возвращаемся к нашему тесту спустя 5 часов. Как видим, вода полностью испарилась, остались только высолы. Разумеется, это не повод утверждать, что лучше ничего нет, ведь тест не проводился в скважине со столбом воды 5-10 метров. Это всего лишь лужа. Но, тем не менее, место, где была вода, осталось сухим и прочным. Ну, а теперь перетягиваю гидру тонким слоем рапида. Для чего это нужно? Чтобы защитить гидроизоляционную мембрану от механических повреждений во время дальнейших работ. Есть, конечно, и другие варианты, например, укрыть линолеумом или арголитом, но мне кажется, что последующее сцепление стяжки будет лучше с цементным слоем, нежели с гидрой. Кроме того, сам литоплан рапид обладает шикарными адгазивными свойствами порядка полутора мегапаскалей. В дальнейшем мы еще не раз будем использовать этот материал. Сфера его применения достаточно широка. Ну а теперь переходим к штукатурке стен. Очень много хочется рассказать, но давайте обо всем по порядку. Много писем было с просьбой показать, как формируется геометрия помещения. Что ж покажу. Сразу оговорюсь, это не призыв к действию. Показываю, как это делаю я, а вы уже решайте сами. Итак, любая штукатурка начинается с установки маяков. Но чтобы их качественно выставить, необходимо проделать ряд подготовительных работ. Для начала размечаю стены под маяки. Примерно прикидываю, сколько мне их понадобится на ширину стены и отбиваю линию. Можно с уровнем, а можно и по лазеру. Я предпочитаю первый вариант. Далее ставлю метки для закладных. Делю высоту таким образом, чтобы между закладными было не менее 50 сантиметров. Затем насверливаю отверстие под дюбель. По газоблоку дело идет веселее. Здесь уже достаточно шуруповерта с пиковым сверлом. Вставляем в отверстие дюбеля. В них будет вкручен саморез, он же и будет закладной для маяка. Закладные выставляю строго по отвесу. Не раз уже рассказывал о преимуществе этого инструмента и могу лишь повторить. Более точного приспособления для этого вида работ не существует. Кто-то, помню, писал, что неудобно с ним работать. Где-то нечаянно коснулся отвеса и жди, пока он остановится. Как видите, этот вопрос решаем. Можно еще доработать отвес и получить сверхвысокий результат, но эти фишки я уже оставлю при себе. Итак, выставив одну сторону закладных, кидаю лазер и формирую прямой угол стены. Для этого по обе стороны вкручиваю саморезы перпендикулярно лучу. Вертикали уже выставляю строго по отвесу. Середину вытягиваю шнуром. Да, не лазером, а капроновым шнуром. Как показала практика, это наиболее достоверный способ. Точно так же выставляю вторую стену. После выставления прямого угла по отвесу вывожу вертикали, и по сути геометрия двух стен сформирована. Что дальше, покажу позже. Сейчас лишь могу сказать, что геометрия помещения формируется последовательно. Сначала создается база. В нашем случае это обе стены с прямым углом, а от них уже отталкиваемся и выводим геометрию остальных стен. Примыкание железобетонной стены и газоблока затягиваю металлической сеткой. И делаю это таким образом, чтобы в месте сопряжения она была в теле штукатурки. Сетка перекроет трещины, которые появляются в результате тепловых расширений разных по составу материалов. К тому же в одной из бетонных плит, которая примыкает к санузлу, установлена входная дверь. И при каждом открытии и закрытии вибрации будут передаваться на этот стык. Появление трещины в таком случае неизбежно. Внутренний угол также перекрываю сеткой. Если помните, здесь была большая дырень, в которую ушел целый флакон монтажной пены и полмешка смеси. Так вот, это место также подвержено деформации, а так как оно будет во влажной зоне, то появление трещин здесь крайне нежелательно. Следующий этап подготовительных работ это нанесение адгазивного слоя. Поработав с Рапидом, я полностью отказался от бета-контакта. По крайней мере в санузлах. На мой взгляд, это лучшее, что может быть для качественного сцепления штукатурки с основания. Но сразу оговорюсь, применяю литоплан Рапид только на бетонных стенах. Для газоблока контактный слой не нужен, а для ПГП применяю другую технологию. Места с минимальным слоем, где будут установлены маяки, оставляю без контактного слоя, так как он даст ненужную толщину штукатурки. Вентиляционную шахту также прохожу контактным слоем. Раствор наносится зубчатым шпателем 4 мм хаотичными движениями. Чем больше шагрень, тем лучше будет сцепление. После полного высыхания раствора грунтую стены. Это неотъемлемая составляющая штукатурного процесса. Для чего нужна грунтовка, я рассказывал выше. Ну а теперь устанавливаем маяки. На ранее отмеченные места накидываю раствор и к установленным закладным прижимаю маячковый профиль. Закладная – это саморез, который не даст маяку уйти дальше заданного размера. Выставляю маяки и штукатурю пока только одну стену. После выравнивания будет сформирована идеальная плоскость, и от нее я хочу перепроверить другую стену. Здесь мне нужна идеальная геометрия. Потом сами поймете, для чего. Теперь уже готовлю раствор и приступаю к выравниванию стен. Как вы уже поняли, здесь будет применяться гипсовая штукатурка по той причине, что стены выстроены из газоблока. Почему применялся газоблок, я уже рассказывал. Да, в этом санузле мы имеем две бетонные стены, но одна из них граничит с газоблоком. И что теперь, бетон штукатурить цементом, а газоблок гипсом? Остается только одна стена, на которую можно нанести ЦПС. Но какой от этого толк, если боковые стены все равно будут в гипсе? Разумеется, я сразу откинул вариант с цементом и принял решение использовать тот материал, который по составу подойдет для большей части стен, то есть гипсовая штукатурка. Я уже не раз поднимал эту тему, много писал, объяснял, где все было разжевано до невозможности. Но никто не хочет читать и тем более вникать в суть своего дела. Вместо этого вы продолжаете следовать стадному инстинкту, вбрасывая в сеть нелепые доводы. Окей, я продублирую здесь. Итак, можно ли использовать гипсовую штукатурку в ванной комнате? Начнем с того, что производители не рекомендуют цементную штукатурку для ПГП и газоблока. Любая штукатурная смесь не должна быть прочнее основания. Поскольку газобетон является паропроницаемым материалом, то и последующий отделочный материал должен иметь те же свойства, чего нету цемента. Да, есть известково-цементные составы, которые годятся для газоблоков, но они настолько слабые, что можно ковырять ногтем. Но логично же, ведь она не должна быть прочнее газоблока. И какой от этого толк? Успокоить себя, что это не гипс? Я считаю, что если уж применять ЦПС, то это должна быть добротная штукатурка прочностью не менее М150. Но, как известно, цементная смесь набирает свои прочностные свойства только благодаря медленному высыханию. И более того, первые несколько дней ее необходимо увлажнять. Вспомните технологию созревания фундамента. Так вот, если мы нанесем цементную смесь на газоблок, то он будет стремиться вытянуть воду из раствора, так как является гигроскопичным материалом. При увлажнении штукатурки вода также впитывается сначала в штукатурку, а затем в газоблок, вследствие чего цементная смесь ослабевает и теряет прочность. После высыхания на стенах появляются трещины. Такая поверхность становится слабой и непригодной для облицовки плиткой. Вы наверняка тут же вспомнили об грунтовке глубокого проникновения. Да, поверхность обильно грунтуется, но не забывайте, злоупотреблять праймером не стоит, так как впитываемость в любом случае должна оставаться, иначе не будет сцепления с основанием. Нанесение ЦПС на гидру также сомнительное занятие, не будет на ней штукатурка держаться. На одном из объектов я видел своими глазами, как порвало стену из сотого газоблока. Чтобы сохранить необходимый микроклимат для созревания ЦПС, штукатурку насыщали влагой в течение нескольких дней, вследствие чего влага скопилась в основании. При высыхании материал сужается, и внутри блока создается некое напряжение. Так как цемент плотнее основания, он не дает высвободиться скопившейся энергии, и стену просто начинает крутить. Вследствие этого штукатурка растрескивается и отходит от основания. Я на собственном опыте все испытал и пришел к выводу, что лучше придерживаться рекомендаций производителя, поэтому дальше в лес углубляться не будем. Лучше поговорим, как решить этот вопрос. Хотя на самом деле все просто. Необходимо применять материал, близкий к составу основания. Если заказчик принципиально желает цементную штукатурку в ванной комнате, значит стены должны быть выстроены из красного керамического кирпича или более плотного материала. Если стены уже выстроены из газоблока или ПГП, значит гипс, и никак иначе. Теперь несколько слов об гипсовой штукатурке и ее мифическом разрушении. Хочу гипсофобам задать лишь один вопрос. Есть ли у вас аргументы или наглядные примеры того, что при соблюдении всех технологий гипсовая штукатурка разрушается под плиткой? Ребята, давайте будем трезво смотреть на такие вещи и рассматривать реальные жизненные случаи, а не тупо доказывать, что этого делать нельзя. Это касается и заказчиков, которые наслушаются пустых слов и начинают в это верить. Хочу, чтобы вы запомнили один раз и навсегда. Чтобы гипс разрушился, он должен быть в постоянном, прямом контакте с водой. Ну или, к примеру, внутри стены некачественное соединение водопроводной или канализационной трубы, из которой постоянно подкапывает. Но в таком случае даже кирпич разрушится. Опять же возвращаемся к тому, что нужно использовать качественные материалы и соблюдать технологии. Теперь предлагаю глянуть, что об этом говорит сам производитель. На официальном сайте КНАУФ в разделе применения сказано, что гипсовую штукатурку Ротбанд можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от влаги. Грунтовку и плитку можно отнести к этим покрытиям? Можно. Я более чем уверен, что те, кто рассказывает об разрушении гипсовой штукатурки, никогда с ней не работали. Большинство начинающих мастеров мнительны, они верят во все, что им говорят. И толком не разобравшись, начинают учить других. Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. И таких сегодня целый YouTube с Инстаграмом. Искренне жаль заказчикам. Ладно, давайте подведем итог. Чтобы не происходило разрушение гипсовой штукатурки, необходимо строго придерживаться технологического процесса и рекомендаций производителя, а именно идеальные ровные и сухие стены, обязательная грунтовка стен, использование качественного влагостойкого плиточного клея с минимальным слоем, тщательное заполнение межплиточных швов качественной затиркой, герметизация шва на сопряжении стены и ванны. Что касается использования цементной штукатурки для ванной комнаты, то это, безусловно, лучшее решение. Только помните о последствиях нагрузки на перекрытие, а также сроках и стоимости. Продолжим работу. Извините за такое большое отступление, но я должен был вам это рассказать. Итак, в техническом шкафу после демонтажа сантехкабины в потолке у стояков осталось неприглядного вида основания. Так как я выкрашиваю стены внутри шкафа, то было бы глупо вот так оставить, согласитесь. Думаю, что и потолок также нужно привести в порядок. В общем, затворяю раствор и вытягиваю в плоскость перекрытия. И только теперь, после формирования геометрии стен я могу построить перегородку. Обеспыливаю, грунтую торцы, а после высыхания грунтовки начинаю кладку. Это у нас будет перегородка между ванной и унитазом. Если помните, при построении стен я оставил это место, так как мне необходимо было вывести одну плоскость всей стены. С перегородкой это было бы крайне сложно сделать. К тому же, при построении перегородки гораздо проще отбить прямой угол уже от ровной оштукатуренной стены. Так как перегородка не имеет перевязки с общей кладкой, привязываем ее жестко к бетонной стене. Это, так сказать, независимая стена, и она должна быть устойчивой. Тем более, что выстраивается под скрытые системы для душа, которые предполагают изготовление глубоких штроп. Порвать стену не должно, так как заневолена лишь одна сторона, и напряжению есть куда высвободиться. Демпфер больше актуален, когда стены между собой связаны и примыкают к бетону. Для большей устойчивости применяю и тонговскую сотку. Не только здесь, везде. Все стены в санузле из 100-мм блока. 75-го уже недостаточно. В такой перегородке толком ни канализацию не проложить, ни тяжелые предметы не навесить. И звукоизоляция плохая, да и, собственно, сам производитель не рекомендует меньше. 10 сантиметров и более. И тот, и тот продукт А, 75-й ниже 600-й? Не удовлетворяет. Это честно. На примыкании газоблока с плитой перекрытия обязательно оставляю зазор 1-2 сантиметра и заполняю его монтажной пеной. После высыхания кладки грунтую стены. Для нанесения грунта использую валик. Пульверизатор применяю только в труднодоступных местах или на рельефной поверхности. А это что? Не рановато ли ванну ставить? Для чего она здесь, когда еще не проложенной коммуникации? А вот тут, уважаемые, начинается самое интересное. Дело в том, что акриловая ванна не вмуровывается в стену. Между стеной и ванной должен остаться компенсационный зазор, который в дальнейшем заполняется герметиком. Так вот, я хочу выставить ванну таким образом, чтобы помимо этого зазора плитка перекрыла скругленный край ванны и получилось эстетичное примыкание ванны с плиткой. Для этого мне уже сейчас нужно учесть толщину штукатурки, плитки и клея под ней. Меня, кстати, очень много спрашивали про установку акриловой ванны. Так вот, это первый этап, вернее то, с чего начинается ее монтаж. Сам процесс установки покажу чуть позже. Уточнив размеры, убираю ванну уже до ее финальной установки и произвожу гидроизоляцию с нахлестом на стену. Если помните, этот участок я не мог заизолировать, так как не было стены, а стены не было потому, что не было ванны. Размеры изделий я всегда снимаю только по факту. Теперь от сформированной плоскости отбиваем уголы вертикали. Затем выставляем маяки и штукатурим стену. После этого переходим к штукатурке откоса. В качестве направляющих маяков использую трубчатый профиль. Маяки устанавливаю по обе стороны, после чего формирую прямой угол и вертикали. Ну а после этого уже накидываем раствор и стягиваем по направляйкам. В результате вот таких нехитрых операций получаю идеально ровную поверхность. А здесь она действительно нужна идеальной, так как на этом откосе будут сводиться внешние углы плитки. Примерно через часок убираем профиль и на этом штукатурка откоса завершена. В этом месте нужен минимальный слой плиточного клея, так как большая толщина клея, при усыхании дает усадку и шов внешнего угла искажается. По факту облицовки плиткой расскажу подробнее. Таким же образом штукатурим откос на противоположной стороне. Теперь переходим в гостевой санузел. Здесь производим все те же действия. Размечаем стены и насверливаем под закладные. На бетонные стены обязательно наношу контактный слой из рапида и оставляю до полного созревания. А пока контактный слой сохнет, формирую геометрию, выставляю маяки и штукатурю противоположную стену. Теперь, когда рапид полностью высох, грунтую стену. Упоминание о применении данного материала вы уже могли встречать в моих прошлых проектах и, как видите, использую его по сей день. После высыхания грунтовки устанавливаю маяки и штукатурю стены. В общем-то, все делается по уже известному вам принципу. Нет, я не удаляю маяки из стен, которые предполагают облицовку плиткой. Нет, они не прожавеют, если только не снять с них верхний слой цинка. За всю мою практику такое было только один раз, когда я пытался исправить кривизну маяка алмазным бруском. После его шлифовки буквально на следующий день маяк прожавел, ну и, естественно, был удален стены. А вот если стены подготавливаются под покраску, то, конечно же, лучше их удалить, так как при шлифовке стен может быть задет маяк, и появление коррозии вполне вероятно. Если ржавчина появляется после укладки плитки, значит, был использован самый дешевый маяк с минимальным напылением цинка, и плитка укладывалась на сырую штукатурку. Либо маяк изрядно поюзали во время штукатурных работ, других причин для этого нет. Сам по себе в сухом основании он поржаветь не может, иначе бы уже все железобетонные стены в квартирах были в коррозии. Стену в предбаннике, которая идет под обои, решил заглинцевать. Облегчил работу малярам, так сказать. По сути, на такое основание можно сразу клеить обои без подготовки. Собственно, на этом штукатурные работы завершены. Теперь вернемся в основной санузел и сделаем небольшой обзор. При штукатурке стен формируется будущее основание для укладки плитки и насколько качественно оно будет произведено, настолько качественно ляжет плитка. Равнять стены за счет слоя клея категорически не рекомендуется. Большая толщина плиточного клея при высыхании дает усадку и тем самым уводит плоскость плитки. Так вот, чтобы предотвратить подобные неприятности, необходим минимально допустимый равномерный слой 2-3 мм в зависимости от формата плитки. Ну а для этого нужна идеальная геометрия стен. Ее мы сейчас и проверим. Итак, начнем с проверки параллели стен. Для этого будем использовать лазерный дальномер. Измеряем каждую стену. Думаю, принцип всем понятен. Если цифры сходятся, значит все в нолях. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Теперь перемещаемся в зону гостевого санузла. Смотрим, насколько точно нам удалось соблюсти параллели на длинном участке стен предбанника и санузла. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В обсуждениях предыдущих проектов поступали предложения проверить диагонали. И, знаете, самому любопытно стало. Решил стрельнуть. Смотрим, что получилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я так увлекся замерами, что захотелось еще и ширину дверного проема проверить. Разумеется, без отвеса это всего лишь цифры, поэтому говорить о соблюдении геометрии пока рано. Будем проверять вертикали. Для этого, как обычно, буду использовать строительный угольник и отвес. Устанавливаем его по центру стены и производим замер в трех местах. Низ, середина и вверх. На стене, где будет расположена раковина, производим все те же действия, только для разнообразия вместо угольника используем рулетку. Угольником точнее получается, так как упорная площадка держит шкалу линейки строго перпендикулярно относительно отвеса. И не нужно ловить прямой угол, как это происходит в случае с рулеткой. Теперь проверим вертикаль перегородки. Здесь она особенно нужна, потому как на внешних углах с обеих сторон будут сводиться углы. На противоположной стороне аналогичная ситуация. Здесь при измерении вновь вернемся к угольнику. Ну и давайте еще вот эту стену стрелем. Как видите, результат везде одинаковый. Теперь откладываем отвес в сторонку и смотрим, что покажет лазер. Наводим луч строго перпендикулярно стене и точно так же снизу вверх проверяем расстояние. И еще вот здесь посмотрим. Только что мы замеряли базовые стены, а от них уже лазерным дальномером проверяются параллельно. Они и показывают погрешность остальных стен, что, собственно, мы уже сделали в самом начале. А сейчас посмотрим, имеется ли прямой угол. Чтобы у вас не осталось ни капли сомнений, измерять будем абсолютно все внутренние и внешние углы этого санузла. Замеры начнем отсюда. Прикладываем угольник и смотрим место сопряжения со стеной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь проверим внешний угол. Как показала практика при облицовке плиткой подобных откосов, очень важно соблюсти не только вертикали, но и прямой угол, особенно если речь идет об заусовке плитки под 45 градусов. Дело в том, что любое отклонение придется корректировать плиточным клеем. А чем больше толщина плиточного клея, тем больше вероятности усадки плитки, вследствие чего шов будет неравномерным. Также есть вероятность скола эмали на внешнем углу. Этот момент мы подробно разберем уже в процессе обустройства угла. Что ж, как видите, с прямыми углами здесь полный порядок. А сейчас посмотрим, что тут у нас по плоскости. Проверять плоскость стен лучше всего длинным и ровным провилом. При высоте потолков 260 сантиметров я использую двух с половиной метровое выверочное. Выверочное, значит доработанное, идеально ровное провило, которое используется исключительно для проверки стен. Для работы я использую провило с остальной кромкой. Сам процесс достаточно прост. Прикладываем провило к стене в разных направлениях вертикаль, диагональ, горизонталь и смотрим, имеются ли просветы. Редактор субтитров А.Семкин здесь видим, что небольшие просветы все же есть, но это не более полумиллиметра и сейчас мы проверим это купюрой. Можно еще с деньгами поизгаляться, что я собственно сейчас и сделаю. Этот способ проверки я использую с далекого 2009 года и он стал для меня уже традиционным. Но это не значит, что сейчас каждый заказчик должен хвататься за провило с купюрой и требовать от своего мастера аналогичного качества. Помните, стоимость подобной работы гораздо выше рыночной стоимости. Для примера возьмем еще одну стену. Ставим провило по диагонали и в нескольких местах пробуем просунуть купюру. Конечно, во всем санузле найдется такое место, где она пролезет, но стоит помнить, что основание в первую очередь готовится под укладку плитки. Я не призываю вас к каким-либо действиям. Мое видео не является учебным пособием. Здесь я делюсь своим опытом и показываю, как это делаю я, а каждый из вас уже пусть сам решает, как ему работать. А вы, уважаемые заказчики, для начала убедитесь в своей платежеспособности и в том, что вам действительно нужно такое качество. Затем оговорите условия с мастером, а уже после этого беритесь за провило. В основном санузле с геометрией стен закончили. Теперь переходим в гостевой санузел. Не хочу сильно растягивать, поэтому здесь прям быстренько пробежимся по стенам. Начнем с правой стены. Ее я проверю отвесом. Противоположную стену проверим лазерным построителем и угольником. С вертикалью порядок. Теперь посмотрим, как здесь обстоят дела с углами. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и в завершении проверим плоскость стен. Как видите, для проверки геометрии стен я использовал всевозможные способы. Результат видели сами. Штукатурные работы это основа для последующих работ и насколько качественно она будет проделана, настолько же качественно будет уложена плитка. А плиточные работы это лицо ванной комнаты. На этом заканчиваем со штукатурными работами и переходим к следующему этапу работ. Но перед этим хочу вам еще кое-что показать, чтобы вы не думали, что за дешево можно получить аналогичное качество. Данные работы производились сторонними мастерами до моего прихода на объект. Вся штукатурка-кривая потрескалась и бухтит. Жить ей осталось недолго, но суть, как вы поняли, не в этом. Такое я вижу на каждом объекте, без преувеличений. Разумеется, это еще не самое страшное, что может быть. В погоне за дешевизной заказчик обязательно попадает в подобные ситуации. В итоге заказчику необходимо заплатить за демонтаж той работы, за которую он уже заплатил, за вынос материала, превратившегося в мусор, затем за подготовку основания, приобрести новый материал и только после этого еще раз заплатить мастеру уже за качественную работу. Заплатить ту сумму, которую он мог сразу отдать и не иметь головной боли. Таких примеров сотни. В следующем своем проекте покажу работу спецов, которые бьют себе в грудь, рассказывают, какие они мега-профи, а по факту после них переделываются целые объекты. Но обо всем этом в другой раз. А на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok